Этим летом рекордное количество молодежи было задействовано в отрядах Жасурьель. 5 тысяч студентов вузов и колледжей, а также безработных, строили здания, благоустраивали скверы и парки, трудились в питомниках, помогали сельчанам. В общем, поработали на славу. О чем и говорили на торжественном закрытии летнего сезона. Голуба Ивановна Жайна Марапатталада Полосов Аглубек Жвозавил Марапатталада Надейба Аугиной Амгель Казамарапатталада Более сотни лучших бойцов зеленых отрядов получили приглашение на закрытие сезона. Из рук своих руководителей они получали дипломы, благодарности и добрые напутствия. Традиционно осенью подводятся итоги проделанной работы, оценивается вклад молодежи в благоустройство родного края. Более пяти тысяч бойцов отряда Жасальель трудились летом в нашей области. Тысяча двести пятьдесят семь человек работали в Ак-Тубе. Более трех с половиной тысяч в двенадцати районах области и пятьсот сорок два в лесопитомниках. Еще двести девяносто шесть человек были заняты по программе Нурлыжол. Силами жасальельцев произведена обрезка деревьев в скверах и парках Ак-Тубе, высажены различные породы деревьев, проведено несколько акций по очистке берегов водоемов. В прежние годы итоговая акция проходила в разных формах. Собирались у стадиона и в Центральном парке. В этот раз в неформенной спецовке, а в нарядах и костюмах бойцы Жасальель поздравляли друг друга заслуженными наградами. Проводим само именно подведение в необычном формате. Для старожил жасальельцев это не ново. В 2009 году мы уже проводили в таком неформальном, в такой неформальной обстановке. Был хороший отзыв, вот в этом году решили повторить. Судя по возгласам, реакции молодежи, это нравится. Все были удивлены, всем понравилось. Возможно, рассмотрим следующие года, проводить, может, именно в таком формате. Ну, следующий год покажем. С каждым годом движение Жасальель расширяется. Растет количество его участников и задачи, которые они решают. Не только посадка деревьев и уборка территории, но и выращивание саженцев в питомниках. Уход за зелеными насаждениями. Строительство домов и детских площадок. Все эти работы под силу студентам и рабочим. В данном объекте участвовали в этом году, в трудовом семестре, 300 бойцов. Это у нас в мае 100 человек, в июне 100 человек, июль-август по 50 человек. Студенты с разных воздушек и колледжей. Фронт работает. Как вы видите, летом, весной у нас посадка разных видов сортов деревьев, саженцев. У нас это ясень, клён, сосна. И в этом году на данном объекте сажают яблони. Рабочий день в строят ряде такой же, как у всех сотрудников. Никаких поблажек и скидок на молодой возраст, неопытность и прочие причины. Но на недостаток желающих работать организаторы не жалуются. Ребята работают с 8 до 5 вечера, 8-часовой график, перерыв на обед 2 часа. С утра с 9 проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются аптечки, выдаются рабочие спецодежды. Ребята, конечно, участвуют очень активно. На следующий год планируем увеличить бойцов Жасл-Ель на данном объекте, так как объект расширяется с каждым годом. В этом году у нас квота по зарплате бойцов увеличилась благодаря Акимовой области. Каждый год у нас участвовали 3300-3500 бойцов, но в этом году мы увеличили бойцов до 5000 по Акимовской области. Также у нас есть в шести районах такая же лесная хозяйство, лесные питомники. Это у нас в Мартулском, Хабдинском районах и так далее. Жасл-Ель объединяет разную молодежь, желающую сделать родной край краше, чище и зеленее. Сегодня мы проводим чествование тех, кто этим летом, несмотря на погодные условия, желание поспать подольше, выходил на объекты и работал в дружной команде борцов за чистоту. Сегодня они молодые и красивые, главные виновники торжества. Сто лучших из них получили возможность посетить Астану. Ребят ждет интересная трехдневная программа. Но на этом мы не ставим точку. Работа продолжается. Безработной молодежи дана возможность зарабатывать деньги. По предложению Акима области Бердебека Сапарбаева, программа «Жасл-Ель» была расширена. Теперь это не только летний стройотряд для студентов. В сентябре они возвращаются в учебные аудитории, а заочники и безработная молодежь могут продолжать свое участие в проекте. Дело найдется для всех, и финансирование будет продолжено, так что ребята смогут и дальше получать зарплату за свой труд. У нас еще свыше 170 бойцов, на данный момент работают по области. Они будут работать и в декабре месяце. У нас зимой есть сезонные виды работы, как уборка снега, помощь службам ЖКХ и так далее. То есть безработная молодежь у нас будет устраиваться, прорабатываются всякие варианты, но единственное, пока мы остаемся по всему Казахстану области, который уже смело перешел круглогодичное функционирование. Во время праздничного вечера были названы лучшие командиры и лучшие бойцы. Звание лучшего работодателя присудили предприятию «Актуби Электросеть Строй». Лучшим районом по итогам года признан Шалкарский. Особенно почетно получить звание лучшего района в год празднования 25-летия независимости страны. Это большая победа всех, кто трудился над благоустройством родного края. Этим летом в Шалкарском районе работало 193 человека, в том числе и безработная молодежь, и дети из малобеспеченных семей, а также люди с ограниченными возможностями. Каждый, кто прошел школу в Желсовьере, знает цену деньгам, заработанным под палящим солнцем. История молодежного движения началась в 2005 году, когда президент страны Нурсултан Азарбаев поставил задачу трудоустройства студентов на время летних каникул. В зависимости необходимо конкретно рассмотреть вопрос предоставления студентов, перепут каникул, работы в стройотрядах по возведению жилья, развернуть программу озеленения всей страны Жасл-Эль и привлечь студентов к этим благородным делам. Во всех регионах Казахстана стали появляться студенческие стройотряды. Всего за период реализации инициативы Жасл-Эль в стране посажено более 40 миллионов деревьев. Обработано свыше 10 тысяч гектаров земли. На сегодняшний день сформировано 16 филиалов молодежных отрядов Жасл-Эль. Во всех регионах сложились свои добрые традиции и собственные начинания. Город Астана. Проект «Зеленый пояс Астаны». Восточно-Казахстанская область. Экологическая экспедиция «Зеленый десант». Павлодарская область. Проект спасения мулади рыб. Костанайская область. Проект «Чистые река, чистые берега». Североказахстанская область. Проект по развитию школьных лесничеств. Актюбинская область. Старт марафона «Рассвет села, расцвет Казахстана». Жамбылская область. Проект по благоустройству детских дворовых площадок. Акмолинская область. Проект по созданию мини-питомника Жасл-Эль. Алматинская область. Ежегодная церемония Аксакал-Жардн-Батаса-Жастарха-Кушпереда. Это только малая часть экологических проектов, которые реализуются в регионах по всей республике. Программа Жасл-Эль стала одной из самых интересных страниц в жизни студенчества. Думаю, что каждый студент должен пройти школу самостоятельности и ответственности. Сегодня организаторы подарили праздник для лучших жасл-елевцев. У нас есть свои традиции. Это открытие и закрытие трудового сезона. Проведение акций по посадке именных деревьев. Организация спортивных состязаний. Так что мы умеем не только работать, но и интересно проводить досуг. Мамын сөйлемейсің. Сөйлемаң көліп мейсің. Кедемейсің. 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 Неге сонша өкпелейсің. Кедемейсің. Посыл Ель областной бюджет выделил 300 миллионов тенге. Средняя зарплата составила 40-50 тысяч тенге. Для многих ребят, не имеющих пока постоянной работы, это неплохая материальная поддержка. Я работаю в 2013 году. К нам направили по программе НОЖОЛ студентов из АПК, Активинский политехнический колледж. В прошлый месяц отправили 25 студентов, а в этом месяце отправили 14 студентов. Студенты работают хорошо, оставляют свой вклад, получают по 50 тысяч тенге. Это помощь родителям. Это 2005 года по программе НОЖОЛ студенты постоянно к нам приходят, Активинский политехнический колледж. Работает хорошо, могу оценку дать отлично даже. Ступить в отряд в принципе может любой желающий, но есть ряд обязательных условий. Нужно быть ответственным, работать на совесть и соблюдать технику безопасности. В первую очередь для тех, кто пришел на стройку. Тем же, кто был занят лесопитомники или на уборке дворов, приходилось терпеть жару и прочие капризы погоды. Работа не сложная, признавались ребята, иногда даже однообразная, но она необходимая и важная для улучшения экологической ситуации в своем городе или поселке, а значит и в стране в целом. О своей работе студенты говорят серьезно, ведь то, что они делают, нужно городу. Чем больше он становится, тем нужнее ему новые скверы и бульвары, цветы и деревья. Главное, чему я научился в Жасл-Ель, это ответственность. Ответственно относиться к делу, отвечать за свои слова и поступки, находить подход к коллегам. Наша задача сделать наш город чище и красивее. Каждый из жасл-елевцев уверен в своей важной миссии. В этом году университет имени Жубанова сформировал шесть отрядов. Хочется от имени молодежи сказать спасибо за то, что у нас есть возможность участь в ВУЗе, научиться зарабатывать деньги и быть полезным. Мы в предвкушении поездки в столицу нашей страны. Я впервые еду в Астану. Это хорошая награда за образцовую работу. Поездка в столицу в качестве награды – это тоже традиция. Путевка награждают самых старательных и отличившихся. За лето в октябре таких было немало. Те, кому повезло оказаться в группе победителей, с радостью ждут впечатлений. Я родился в Хабдинском районе. Сейчас учусь в университете имени Жубанова. Три года свои каникулы провожу в Жасл-Ель. В этом году получил возможность побывать в Астане. С нетерпением жду, когда увижу достопримечательности главного города в Казахстане. Жасл-Ель научил уважительно относиться к окружающей среде. Мы знаем, как непросто зарабатывать деньги. А еще эта программа подарила нам друзей. Если честно, скучаю по тем дням, когда вместе трудились, вместе отдыхали, проводили мероприятия. Сегодня мы снова собрались все вместе. А впереди поездка в Астану. Актюбинская область была одной из первых, где начиналось студенческое экологическое движение. Сейчас практически в каждом учебном заведении есть свой отряд, свои достижения. В этом году именно актюбинцы решили сделать Жасл-Ель всесезонным. И помочь таким образом безработной молодежи, которая приходит в отряд через центры занятости. Впереди еще много дел. У нас в этом году открудилось 5000 молодежи, что является рекордом по Казахстану. Мы уже заступаем в 13-й сезон, опять первыми по Казахстану. Ребятам хочу пожелать счастливого пути, море ярких впечатлений. Сам уже успел пообщаться с некоторыми ребятами. Все едут в первый раз, у всех радостные лица увидят нашу столицу. Желаю, чтобы все побольше запомнилось. Тем более в год 25-летия, именно в преддверии такого большого праздника. Я думаю, это одно из достижений нашей молодежи. Субтитры создал DimaTorzok Жасл-Ель продолжает работать. Теперь не только летом. Итоги подведены, но это не значит, что поставлена точка. Эстафету студенческих отрядов теперь продолжат ребята, которые будут и дальше работать и благоустраивать наш город и районы области. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok